Какие последствия влажной весны, которые мы должны обязательно знать? Это линейный рост растений, азинной пшеницы и оставание фазов развития. В этом году это четко прослеживается. Растягиваются и не соблюдаются сроки проведения технологических мероприятий из-за того, что нельзя войти в поле. Увеличивается фунгицидная и инфинцицидная нагрузка. Самое важное, пропускаются критические фазы для проведения азотных подкормок. Вот в этом году мы очень часто это наблюдали. Нет, возникает настоятельная необходимость в применении стимуляторов ростов и микроудобрений. Почему? Мы создали огромную биомассу, и эта биомасса должна функционировать. А функционировать она должна за счет катализаторов. Все процессы, которые происходят в растениях, определяются действием именно микроэлементов, как катализаторов. И нитраты у нас вымылись практически за двухметровую толщу. Это пример вот по одному из предшественников. Это озимая пшеница по озимой пшенице раннего срока сева. Посмотрите, где у нас нитраты. Максимум нитратов у нас на глубине ниже метра. Верхняя толща у нас без нитратов. Еще более интересно, это у нас предшественник подсолнечник. У нас нитраты вымылись за пределом двух метров. И обратите внимание, аммонийный азот особо ему не помогает. Вот ссылка на наш телеграм-канал. Заходите. Мы каждую неделю выставляем информацию по развитию на этих посевах. По распределению влаги, по распределению нитратного и аммонийного азота. Как же развивались растения, которые были в разном состоянии? Распустившиеся посевы на дату 30 конца мая у нас имели уже продуктивные стебли. Но обратите внимание, если в начале растения имели 9 побегов, то к концу мая 6-4. Но очень важно, что 4 это продуктивный. То есть все-таки процесс был благоприятный. И обратите внимание, какие условия начала весны очень хорошие. Хорошую морозоустойчивость показывали по содержанию сахаров. Развитие средних посевов. Здесь у нас растение веревствует 3 побега. Да, дополнительный побег был создан. То есть кущение было весеннее. И очень важно. Там, где осталось 3 побега, у нас 3 с колосом. Там не 4 побега, а тоже 4 с колосом. И состояние сейчас растения такое же, как и распустившиеся. То есть к концу мая мы пришли к одной фазе развития. И развитие слабых посевов. Уже 30 апреля мы имели 2-3 побега. Мы научились вытаскивать слабые посевы. И это очень важно. Мы выработали эту технологию. И посмотрите, на конец мая такое же состояние, как на хорошо распустившихся или средне распустившихся. И самое главное, у нас есть 2-3 колоса, то есть продуктивных побегов с колосом. Самое важное, то, с чем сказал Константин Николаевич, нам подкормка на качество. Поздняя подкормка. Она осуществляется на основе листовой диагностики. Посмотрите, какие результаты у нас получились. Соотношение азота-фосфора очень важный показатель, который дает нам право применять подкормку или не применять. И дает информацию, у нас избыток азота или у нас недостаток фосфора. Посмотрите внимательно. Северо-западная зона. 83% обследованных поселок требовали подкормки и требуют подкормки от 17 до 37 килограмм на гектар. 5% не требует, потому что избыток азота. 12% не требует, потому что недостаток фосфора. Северо-восточная зона. Похожая ситуация, но увеличивается количество растений, где у нас испытывается недостаток фосфора. Центральная зона. Кардинально другая ситуация. Да, сохраняется процент, который имеет недостаток фосфора, но до 25% увеличились посевы с теми растениями, где у нас избыток азота. Здесь технологически мы что-то упустили. Приазовская зона. Отличный вариант. Отличный результат. Потому что мы кормим, мы работаем на качество. Доза внесения 20-26 килограмм на гектар. И у нас нет ни перекормленных, ни имеющих недостаток фосфора. Южная зона, к сожалению, здесь у нас переборщили с азотом. Хотя с фосфором все замечательно. И как всегда проблемная восточная зона. Потому что здесь нельзя кормить. По двум причинам. На 40% у нас избыток азота, а на 60% у нас незасадок фосфора в растениях. И вот здесь, пожалуйста, для восточной зоны, примите участие в той программе, которая сейчас существует. Уникальная программа. Ни один субъект не может похвастаться такой программой. Это внесение фосфора, содержащих под пары зя. Для восточных районов агрохимической станции Цемлянской разработаны бесплатные рекомендации в рамках агрохимического обследования 2021-2022 года для Заветинского и Емонтинского районов. А для Дубовского и Роско они будут разработаны в этом году. Вы видите, какие последствия от вот этой ситуации. Они сказываются тогда, когда вы уже вырастили урожай. Чтобы не сталкиваться с этим, нужно все это предотвратить уже на начальных этапах. И прогнозируемая урожайность в том, что сейчас мы видим на основе анализа тестовых полей. Да, она немножко ниже, чем в прошлом году. В прошлом году у нас 44 центра за вектара зимой пшеницы мы получили. Сейчас по всем расчетам. Расчеты мы делаем одинаково каждый год, не нарушая методику. Поэтому мы можем сравнивать те результаты, которые у нас были в прошлом году и в этом году. И я хочу обратить внимание не на снижение вот этой урожайности. Это даже не снижение. Это очень хороший уровень, который мы получим. А обратите внимание на биологическую урожайность. Потому что это тот потенциал, который растения удалось создать благодаря погодным условиям и вашим технологиям. И вот наша задача, что-таки биологический урожай приближался к производственному. И в заключение, на что хочу обратить внимание. Нужно учесть нюансы этого года в будущем. На что обратить внимание. Это профилактическая обработка фунгицинами фазу выхода в трубку. Этот год показал, что те, кто пропустили, стал вновь с многими проблемами. При влажной погоде обязательно использовать именно фазу впущения и фазу микроудобрения. Это медь, марганец, сын. Это применение микроудобрения в фазу цветения. Здесь обращаю внимание на маликтен и кобальт. Мы писали в свою телеграм-панель и давали рекомендацию для того, чтобы подтянуть немножко качество. Дальше. У нас очень большая вегетативная масса. Поэтому потребуется обязательно сейчас посмотреть и поработать ретендантами и стимуляторами роста. Грамотно провести позднюю подкормку. Я вам показала результаты. Она заслуживает внимания. Но самое главное, если используете карбамин, обратите внимание на растворимость. Используйте теплую воду. Потому что без того, чтобы растворить карбамин до конца, вы уменьшаете дозу внесения. Но 10-15 килограмм это не питание. Это только стимулирование. И после уборки пшеницы при заделке пожнивных остатков в этом году обязательно компенсационные дозы. Влаги у нас будет. Поэтому нужно, чтобы пожнивные остатки активно минерализовались. Для этого необходимы компенсационные дозы. И восточная зона. Пожалуйста, примите участие в программе по костер-содержащим удобрения. Спасибо большое.